Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, зрители. Бонжур, Тулеймонд. Вас приветствует Франция и я, Анжела. Сегодня будет третье видео из цикла «Как бросить курить». На самом деле это история о том, как я бросила курить. Почему же так длинно, можете вы спросить, и я вам отвечу. Потому что борьба с курением – это очень тяжёлый путь, это сложный выбор. И я хотела вам показать, что, по моему мнению, в этой борьбе главное даже не решить отказаться от курения, а главное – найти фундамент, стоя на котором мы сможем это решение претворить в жизнь. Вот почему так долго и нудно я рассказывала в первом видео историю о том, как я начинала курить, о том, как я два раза бросала курить и два раза опять начинала делать это гадкое дело. Во втором видео я рассказала вам именно о моих самых важных принципах, о моих приоритетах и каким образом мне удалось построить такой сильный фундамент под моё решение бросить курить. Если вам плевать на ваше здоровье, то, конечно, защита своего здоровья, осознание того, что курение нас убивают – для вас фигня. Это для вас не фундамент для того, чтобы бросить курить. Если у вас денег куры не клюют, как говорится, цены на сигареты, а, кстати, во Франции пачка сигарет стоит сейчас от 10 евро, и в России сигареты тоже сейчас недешёвые, но если у вас много-много денег, то для вас это не проблема. Так что для вас проблема? Почему вы хотите бросить курить? Для меня это были ограничения свободы, семейные ценности и нежелание платить за обман. Об этом вы найдёте во втором видео. А в этом видео я буду говорить о том, как наши близкие могут нам помочь. И я расскажу вам, как моя дочь дала мне последний пинок, решающий пинок к тому, чтобы я бросила курить. В этом видео я хочу раскрыть ещё один очень-очень важный момент. Когда вы решите, что вы хотите бросить курить, и когда вы начнёте искать информацию, и когда вы начнёте строить именно этот фундамент, который будет состоять из ответов на вопрос, почему я бросаю курить, вот в этот период очень важно не зацикливаться на том, что вы знали раньше, на том, что говорят все и что знают все. Открыть шлагбаумы своего подсознания. И я уже говорила о примере никотина. Когда вся информация, которую мы имеем, это информация о том, что организм за много лет курения привыкает к никотину, очень трудно от него отвыкает, и если вы сразу прям резко бросите курить, то это будет большой стресс для организма. Я читала это, я знала об этой точке зрения, да все об этом говорят, но так, знаете, бла-бла-бла. И когда я во время моих поисков нашла информацию, она очень редко встречается, эта информация, о том, что наш организм, и даже если мы курили 20-30 лет, отвыкает от никотина за день, я сразу поверила в это. Я очень долго думала, почему я сразу поверила в это. И мне кажется, что я нашла ответ. Ответ был спрятан очень-очень глубоко в моем подсознании. Я знала, что мы привыкаем к никотину, и что нам очень трудно от него отвыкать. И в то же время я знала, что я два раза бросала курить. Да, я потом начинала, и это очень большая ошибка. Если бросил, и ты знаешь, что ты курильчик, не надо опять начинать. И не надейся на то, что у тебя там это, ты выкуришь одну сигарету, и на этом все. Нет, ты закуришь. И все твои усилия пойдут коту под хвост. Но тем не менее, второй раз, когда я не курила, так я не курила 4 года, мне было очень хорошо, знаете ли. Очень хорошо. И я не могу сказать, что я прям страдала без никотина. То есть вот эти мои замечания, этот весь анализ, где-то глубоко в подсознании сидел. Я просто не оформляла эти мысли и эти идеи в слова. Но когда я вычитала эту информацию, вот из глубин моего подсознания вот вышли вот эти мои ошметки мыслей. И я сказала себе, да, я это знаю. Я это знаю, я это проходила. Есть такие люди, может быть, даже все люди такие, вам говорят, слушай, Маша, ты знаешь, Лена про тебя такую гадость сказала. Три года назад она, знаешь, что сделала? Она вот пришла, и она, это она там посадила там пятна на твою шубу норковую. И ты слушаешь так и думаешь, интересно, я не удивлена, я об этом знала. Хотя как бы я и не знала, да. Дело в том, что такая тогда была ситуация три года назад. И какие-то отрывки фразы, какие-то жесты и что-то, какие-то взгляды, в общем-то, все складывалось так, что ты прекрасно знала, что это Лена сделала с твоей шубой. Но, ну, не пойменный не вор, да и тебе это было неинтересно все это открывать. Но ты это знала. Где-то там эти знания сложились, лежали, сидели. И бывает такое, что вот вам говорят, а вот тогда, помнишь, было вот такое. И ты как будто вот не знал об этом, но оказывается, прекрасно об этом ты все знал. Не зацикливайтесь на том, что вы знаете. Дайте мозгу поле для действий. Откройте шлагбаумы подсознания. Дайте интуиции крылья. Понимаете? Будьте открыты этому миру, когда вы ищете информацию и когда вы строите свой фундамент из ответов на вопрос, почему я бросаю курить. Открывайтесь миру. И мир вас поддержит. В моих видео нет ни слова о какой-то знаменитой книге. И я ничего не сказала о пластырях и жевательных резинках. Книгу я не читала, хотя мне о ней говорили, я о ней знала. Я знала людей, которые читали эту книгу и бросили курить. Что там было дальше, не знаю. Но я знала и людей, которые эту книгу читали, бросили курить, а через какое-то время опять начинали курить. Пластыри я клеила и резинку я жевала. Но, значит, у меня тут пластырь, я жую резинку, потом я выплевываю эту резинку и берусь за сигарет. Он мне помогает мне. Вот это, все это, вот это все мишура, все это мишура для меня как мертвому припарке. Мне нужно конкретно знать, что хорошего будет в моей жизни, если я не буду курить. И вот, я не хотела быть зависимой от сигареты, то есть свобода. Я не хотела платить за обман и вместо табачка курить экстракт мочи и всякую разную гадость. И я не хотела расстраивать и разочаровывать мою любимую дочь. И теперь мы подошли к теме. Да, долгий был путь. К теме этого видео. Третье видео из цикла «Как я бросила курить». В описании к этому видео и в комментариях я дам ссылку на первое и второе видео из этого цикла. «Итак, наступил мой день рождения и моя дочь сказала, что хочет сделать мне подарок. Она знает, что хочет мне подарить, но она хочет, чтобы я выбрала дизайн подарка, чтобы я сама выбрала, что мне больше нравится. Конечно, она была в курсе того, что я собираюсь и хочу бросить курить. И вот мы поехали в большой торговый центр. Она меня завела в маленький магазинчик, где продавали всякие электронные сигареты, всякие разные другие штучки. Попросила, принесли три. Вы знаете, это не электронная сигарета. Это какой-то там такой резервуар, туда жидкость заливается, он такой большенький. И вот, значит, можно дышать этим паром или что-то. И она сказала, «Мама, я тебе хочу подарить вот такую штуку, но ты выбери, пожалуйста, фирму, выбери дизайн, выбери цвет». Цена была на тот момент почти 100 евро. Это много. Для того, чтобы понять полностью мое замешательство, надо понимать, что я очень ценю то, что моя дочь работает, сама работает для того, чтобы жить так, как она хочет. Очень ценю то, что она с 10 класса подрабатывает. И даже раньше, по-моему, на спектаклях она, по-моему, даже раньше начала подрабатывать. Все это ценю, и где-то мне за нее больно. Я не раскрываю всей информации, но хочу вам сказать, что ей это дается нелегко. Она не просит никогда никакой материальной помощи от меня. Понимаете, принято, что родители делают такие хорошие, дорогие подарки детям. Но чтобы дети, почти подростки, ну да, взрослые, но все-таки молодые, делают родителям такие щедрые подарки. И это немножко как-то, ну, для меня на тот момент это было немножко непривычно, и мне было даже как-то немного стыдно. Но хочу вам сказать, что я поняла сразу, куда бьет моя дочка. И я сразу поняла, что это будет такой, это очень хорошо продуманный пинок. И сначала я сказала, ну, давай выберем что-нибудь подешевле. Она сказала, нет, это. Я выбрала то, что мне нравилось. Мы купили еще жидкость, что-то еще. Она все оплатила. Мы вышли, это было уже вечер. Она меня привезла домой. У меня оставалось три сигареты в пачке. И вот в этот вечер я выкурила эти три сигареты. Периодически, значит, выкуривала там одно. Не выкуривала, а дышала. Два-три раза вот подышу. Этой штучкой. Легла спать на утро, проснулась, уже сигарет нет. Я не пошла в магазин за новой пачкой. Я вот так выходила на балкон и вот этим паром дышала. Вони уже не было, уже большой плюс. И так продолжалось где-то несколько недель. Потом я стала подходить к этой штуке три-четыре раза в день. Потом на три-четыре раза в неделю. Ух, муж мой. Муж мой работает, а я снимаю видео. Ну, что делать? Шакан, асун пресе, к каждому свое удовольствие. Об электронной сигарете еще хочу сказать, что это еще та гадость. Сейчас, конечно, дети, подростки, молодежь начинают курить электронную сигарету, что это как бы не никотин, это не привычка, это безвредно. Это вредно. И вообще, после того, как покуришь-покуришь электронную сигарету, эта молодежь переходит на обычные сигареты. Поэтому да, это вред. И вообще, сейчас не модно курить. Как и почему молодежь начинает курить, я не знаю, но я читать лекции никому не буду в этом видео. Может быть, в других. Так что, мои дорогие зрители, если в вашем окружении, в вашей семье есть человек, которого вы любите, которым вы дорожите, и который сейчас борется с курением и хочет бросить курить, попробуйте помочь ему. Поддержите его. Найдите не его слабые стороны, а найдите его сильные стороны. Например, если этот человек очень сильно вас любит, значит, он может сделать что-то для вас, если вы как-то так попросите его об этом. Но не напрямую, не в лоб, а как-то так, чтобы этот человек оценил ваш жест. Спасибо, что остаетесь со мной. Кто еще не со мной, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о появлении моих новых видео. И знайте, что я очень ценю ваше внимание. И для меня ваши комментарии, ваши просмотры — это мотивация, это большая радость. И это дает мне силы делать новые видео для вас. А самое главное — будьте здоровыми и счастливыми. До новых встреч. Ари вуар. А бьям то, мезами.